Всем здравствуйте! Сегодня у меня будет небольшое видео о том, что еще ожидает вас на мастер-классах Леонардо. Во-первых, я случайно нашла вот эту звездочку. Белая звезда у нас назывался брелок, он был давно уже. Я надеюсь, что мы его сможем повторить. Я здесь заменила карабин на такой более приличный, потому что здесь был такой маленький карабин, который трудно к чему-либо присоединить, кроме как к колечку небольшому. А этот карабин все-таки хорошо будет для сумочки. Мне очень нравится сама вот эта вот идея, и исполнение не самое простое, но и не очень сложное, честно говоря. Насколько я помню, тот мастер-класс был давненько уже, год не помню, но участницы, по-моему, справились все. С этой звездочкой, поэтому у меня очень оптимистичные прогнозы по поводу этого мастер-класса. Что еще я приготовила? Я покажу тоже это изделие, хотя оно не совсем закончено. Я еще не доплела цепочку, мне нужно доплестить цепочку. Собственно говоря, у вас и будет в мастер-классе оплетение кабошонов. Смотрите, мы сделаем двусторонний кабошон. Очень интересная идея, на мой взгляд, можно наносить на любую сторону. У вас будет возможность выбрать из кабошонов, вот из этого комплекта, какие вы хотите. Разные кабошоны будут. Вот они таким образом будут склеиваться друг с другом. То есть вы можете выбрать абсолютно любые. Сюда подойдут, мне кажется, тоже абсолютно любые. Что хочу сказать. Несмотря на простоту внешнего вида этого кулона, все-таки нужно иметь опыт в бисероплетении. К сожалению, для новичков он не подходит. Но во всяком случае, будет сложновато новичкам. Можно, конечно, попробовать, потому что цепочку, скорее всего, если вы очень размеренно плетете, не торопясь, вам придется доделывать дома. Но я думаю, что вот как раз, если вы поймете, как это делать, то вы доделаете дома без труда. Это совершенно будет уже не сложно. Расскажу, как прицепить здесь будет на конце еще карабинчик с удлинительной цепочкой. Ну, конечно же, покажу еще два изделия. Это у меня серьги, которые я демонстрировала уже в группе. А теперь покажу окончательный вариант. То есть вы видели, как я над этим работала. Значит, вот эти серьги будут называться лиловый закат. Овальные формы серьги, бисерные, как всегда, легкие. Очень красиво сверкают камни. Но это не камни, собственно говоря, а стекло. Но это капли фирмы Precciosa, которые мы будем оплетать. Здесь это чистое плетение. Изнаночка красивая. Мне очень нравится, как изнаночка здесь смотрится. Когда я приносила... Сейчас вспомнила случай, что когда я приносила в Каширскую плазу показать эти серьги, то менеджеру какому-то даже больше изнанка понравилась. Не в этих, по-моему, во-вторых. Но все равно. То есть изнанка настолько хороша, что можно вполне ее носить и на лицо. Это парочка серьег. В принципе, долго говорить не буду. И вторые это вот такого вида. С прозрачным бисером. Я в последнее время очень полюбила прозрачный бисер. Прямо у меня мысли об этом прозрачном бисере еще в серьгах, так как капли есть у меня других цветов. А, вот это, скорее всего, изнаночная сторона, которую менеджер приняла за лицевую. Так вот, про что я говорила? Про капли. Значит, у меня есть еще капли других цветов. Я надеюсь, что, возможно, будут еще серьги. Не знаю, будут ли повторы этих серьег. По той простой причине, что капель не так много в сети. То есть, если капли сможем собрать такого цвета. Ну, вот я взяла все, которые были в каширской плазе, чтобы, конечно же, попробовать, посмотреть. У меня есть еще зеленые капли двух видов. Есть ярко-зеленые и изумрудные. И есть капельки желтоватые, цвета топаз. И капля винная. Очень красивая, мне очень нравится. Я постараюсь что-нибудь придумать немножечко другое. Не такое, как здесь. Видите, все-таки серьги отличаются. Мне хотелось, чтобы они отличались, чтобы они не были совсем идентичные. Но оплетение капли будет очень похоже. Немножечко смена бисера, естественно. Но, по сути, оплетение капли, в принципе, по одной схеме. Единственное, что украшение будет. Серег. Существенно отличаться. Здесь такая нежная паутинка. А здесь уж прям такие роковые. Это все. То есть, у меня такое скоростное видео. Этот кулончик я, конечно же, закончу. А готовые образцы я хочу отнести в Каширскую плазму. И там вы сможете посмотреть на них на витрине. На этом закругляюсь. Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Всем желаю, как всегда, творческих успехов. Самого крепчайшего здоровья. Мирного неба. До новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok